Здравствуйте! Сегодня я хотела бы вас познакомить с серией «Большая маленькая девочка», которую написала белорусская писательница Мария Бершацкая. Серия состоит из 12 книг, каждая из которых – это небольшая история про маленькую-большую девочку. Маленькая, потому что она самая маленькая по возрасту в семье, а большая, потому что она больше и выше всех в семье по росту. Эта девочка очень добрая, озорная, находчивая, и она и сама учится жить, и учит жизни, а скорее всего, миропониманию всех окружающих. История действительно, они небольшие, веселые, озорные, буквально на несколько страничек. Возможно, их можно объединить в один большой том, но каждая история сопровождается волшебными, очень атмосферными иллюстрациями Александра Ивойлова. Иногда даже непонятно, откуда больше понимаешь этот образ и образы книги, то ли из повествования, то ли из иллюстрации Александра Ивойлова. Немножко познакомлю вас. Вот смотрите, большая маленькая девочка – это действительно история, как приручить незнакомый город. Но приручает город и сама большая маленькая девочка Женя и помогает адаптироваться в незнакомом городе своим родителям. История про рецепт волшебного дня – это действительно история, как превратить обычный день в день очень волшебный. Или другая история – семь с половиной крокодильских улыбок. Вы не поверите, но она о том, как прошел день в школе. Конечно же, дети сразу узнают свою школу. Нам, взрослым, это помогает погрузиться в атмосферу, которая нас окружала когда-то. Сочетательский адресат – пять-семь лет, возможно, восемь. Но и родители, думаю, с удовольствием такие книги почитают. Слово нашим юным читателям. Главная героиня – семилетняя девочка Женя. Она очень высокого роста. Когда она переехала в новый город, в большой город, она нашла применение ненужным вещам, нарисовав на обоях большое дерево и вместо листьев расклеив крючки, развешав на них варежки, шарфы, кепку, на что ее старшая сестра Аня отреагировала отрицательно, сказав, что она испортила обои. В новом большом городе Жене сначала было неуютно, некомфортно. Она думала, что они не подходят друг к другу. Но когда она нашла себе друга, с которым ей было очень весело, смешно, они хохотали до боли в животе. Когда они начали собираться и идти по домам, они хохотали еще больше, когда увидели, что все попы у них белые. Мне очень понравилась эта книга. Она захватывающая, интересная. Автор хотел рассказать жизнь глазами семилетней девочки. И мне кажется, что у него это получилось. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова